Бобручанку Викторию Филипенко на выписке в роддоме встречают самые близкие люди. 2 января появился на свет ее младший сын Егор. И вот пришло наконец время отправляться домой. Поздравить маму и увидеть новоиспеченного братика пришел и старшенький Женя, который, так же, как и родители, с нетерпением ждал этого яркого момента. Знаете, пока еще как-то непривычно, конечно, даже именем называю первого сына. А так уже как свое родное, конечно. Очень счастливы, ждали все вместе. Поэтому очень-очень рады. 2 января в 18.10 супруга позвонила, обрадовала данной новостью, поздравила с Новым годом. Так получается, что подарок на Новый год хороший, к Рождеству, к новогодним праздникам. Получился очень замечательный подарок, который мы все очень рады, ждали, довольны. Что может быть лучше и приятнее в жизни, чем у рождения ребеночка. А вот Юлия Акушевич мамой стала впервые. Долгожданный сын, которого женщина назвала Марком, родился 6-го числа. На днях она тоже отправится домой и с головой кунется в приятные семейные хлопоты. Ощущения, сейчас вот начинаю вспоминать, так мурашки по коже. Но их обычно не передать словами. Ну, счастье будет звучать красиво. Акушевич, Марк Сергеевич. К слову, всего в Бобруйском роддоме с начала 2020 года на свет появилось 47 малышей, 25 девочек и 22 мальчика. Кстати, согласно статистике, дети активно рождаются во второй половине дня, а также ночью. Хочется отметить то, что в 2020 году рождаются дети, которые будут жить в 2100 году. Это 22 век. При нынешней продолжительности жизни, я думаю, они его встретят и еще поживут в нем. В Могилевской области проходит акция «Рождественские дни без абортов», которая продлится до 19 января. Во время этого периода не будут проводить прерывание беременности до 12 недель по желанию женщины. Ей предоставят возможность хорошо подумать и принять решение. Исключение составит прерывание беременности по медицинским показаниям. Весь акцент на то, чтобы доказать – дети – это радость жизни. Людмила Любимцева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.